добрый день мои дорогие подписчики и гости канала сегодня я хочу вам рассказать про то как связать платинг на робот каретки почему платинг так интересен потому что петли лицевые изнаночные они разного цвета получается может камера не передает контраст так хорошо также понялся этот вопрос в группе где достать запатентованное приспособление для для платинга его очень трудно достать но связать хотелось платинг я придумала вот такое вот приспособление использовав ватные палочки ножницы зажигалку и сделала приспособление и покажу вам как это сделать и как им пользоваться чтобы получить интересные рисунки вот камера вот так может лучше видно то есть петли разные по цвету немножко более голубые или более белый и так давайте начнем с изготовления приспособления это как же мы можем сделать себе очень простой приспособление для вязания робот кареткой платингом для этого нам потребуется во первых такие вот ватные палочки ватные палочки на пластиковые трубки то есть трубки которая вот внутри полая я купила себе целый набор именно для этих целей поскольку в евросоюзе сейчас и во всем мире перешли на бумажные эти стержни и так что же мы делаем мы в итоге получим вот такое вот приспособление небольшое как его сделать то есть мы освобождаем палочку от ватных намотов это я убираю то есть очищаем аккуратненько далее отмеряем чтобы у нас было 6 сантиметров в итоге вот длина прямой трубочки у нас 6 сантиметров сейчас я покажу вот здесь видно 6 наоборот извините вот 6 сантиметров длина нашего изделия без этих усиков и мы смотрим на трубочки примерно на глаз здесь отмеряем ну то есть запоминаем расстояние и берем ножнички делаем два надреза два надреза один напротив другого аккуратненько ножничками если чуть подальше зайдет то есть вот он один внизу и напротив я делаю второй надрез до сравнили с одной стороны и с другой как они он напротив один другого далее будет такой момент что нам немножко необходимо это все зафиксировать это я сделаю с помощью небольшого огня тут надо быть осторожненькими немножко их отогнуть чуть-чуть отогнуть они будут сходиться норовить сойтись вместе и чуть-чуть смотря какой у вас пластик то есть вот я чуть-чуть подогрела даже чтобы он не запалился один раз вот они зафиксировались и второй раз чуть-чуть я их я его подогрела и зафиксировала пальцем так чтобы они отогнулись то есть она остывает то есть вот получили мы такое вот изделие которое поможет нам сделать платин далее убеждаемся что у нас 6 сантиметров он длиной чтобы не повредить иглу вот меня и тут миллиметр за много для этого я беру его и обрезаю на 1 миллиметр примерно аккуратно так чтобы смотрим чтобы не было зазубрин вот наше приспособление готово далее сейчас я покажу как мы туда будем в деть вдевать нитку для этого я использую вот из тонкой проволоки такой вот крючок загнутым концом мы его продеваем туда и сюда будем вставлять одну из ниток явно я возьму эту беленькую потом вот и аккуратно задвигаем это обратно можно иголочкой нитку на иголку нанизать и вот то есть обратным ходом вот у нас нитка продета сейчас вот это мы убираем то есть и вот это приспособление мы будем укладывать в нити водитель робот каретки все очень просто и пойдемте сейчас дальше вязать итак я сделала уже набор заработок и теперь буду делать набор для того чтобы нам сразу поставить вот эту заготовочку мы продели ниточку с помощью загогулинки такой или с иголкой то есть и я привязываю к платинговой нитке эту пропускаю вот светлую нитку просто ее привязываю концу и продеваю в это приспособление завязала узел и продела вот и продела узел протащила сюда узел я порвала вот у меня приспособление на плотировочной набор я делаю обоими цветами одновременно и хочу показать как я это делаю мне очень нравится набор обливом чтобы он хорошо получился я использую и не мешал мне свободный конец я его прищепкой немного утяжеляю и опускаю туда под машину далее я выдвигаю иглу за язычок делаю обвив и провязываю и провязываю его вот выдвигаю иглу и провязываю обвив не просто обвиваю а делаю провяз обвива и так до конца ряда мне очень нравится этот способ так как он имитирует как бы набор руками что мне нравится когда можно вязать с робот кареткой ажурный рисунок где в одном ряду присутствует как накиды переносы так и лицевые и изнаночные петли как сделать рисунок для такого узора вязание с робот кареткой ажура который полностью имитирует ручное вязание я оставлю ссылку в описании есть на канале ролик как сделать такую карту или файл и как его вязать а вот еще раз повторим здесь уже очень близко будет видно хорошо то есть выдвигаю и обвив провязываю обвив провязываю край получается как бы не косичкой он эластичный более эластичный чем при наборе косичкой я буду работать сегодня с 88 роботом робот который идет с дополнительными рельсами и годен практически на любую машину которая может работать с робот кареткой так далее я заправляю первый ряд я буду провязывать основной кареткой так как чтобы было уже роботу одинаковые все петли заправляю обе нитки туда выбираю необходимую плотность данный момент это плотность 7 так как у меня 4 нити и далее я для более надежного провязывания я выдвигаю все иглы в переднее рабочее положение и провязываю один ряд все кнопки на каретке отпущены просто видите все кнопки отпущены и машина провязываю первый ряд аккуратненько следим за тем чтобы вот это вот наше приспособление придерживаем его рукой чтобы она меньше попадала в каретку и так первый один ряд у нас связан далее будем переставлять нитки заправлять в робот каретку снимаем значит основную каретку мы снимаем поверну камеру мы снимаем основную каретку я выставлю рельсы на робот каретку то есть вот есть рельсы на них вот дополнительные рельсы на робот каретку на них есть здесь вот обозначение это левая рельса это правая рельса они немного не симметрично ставятся каретка предназначена все так чтобы каретка заезжала у нас с левой стороны и средняя рельса рельсы держатся на магнитиках и теперь непосредственно буду устанавливать робот каретку и так установили робот каретку на дополнительную рельсу и посмотрим чтобы у нас попала за этот пас попал на рельсу а спереди вот мы вас подошел и теперь приподнимаем чтобы у нас каретка зацепилась вот я проверяю рукой каретка зацепилась за за переднюю часть фантуры тут где она и должна поверну сейчас камеру вот за эту часть должна вот эта нижняя часть каретки должна за нее зацепиться немного продвину вперед каретку еще будем заправлять нити и так берем нити вот наши нити и так у нас основная нить идет голубая а белая будет платировочная то есть как я заправляю нити открываю здесь снизу щеточки и укладываю вот прямо я держу прямо проложила нить туда и пропустила наше приспособление вторую нить я ставлю просто спереди так чтобы они хорошенько хорошо там угнездились и хорошо проходили свободно далее подтягиваю наверх штуку эту заправляю и закрываю закрываю то есть нитки у нас на платинг сейчас заправлены в данный момент это немножко подтягивается нам придется немного за нею проследить а также можно здесь ее приклеить итак у нас машина подготовлена к платингу я буду вязать на 90 40 940 машине и подготавливаем присоединю сейчас сюда шнур питание это каретка подключена и хочу показать один нюанс который надо соблюдать когда каретку мы устанавливаем с левой стороны чтобы нитки здесь были четко под резиновым роликом чтобы они были свободны и чтобы щеточка которая имеется вот в этом месте здесь чтобы она нитка шла над щеточкой и под вот этой резиновый ролик чтобы она была свободна и так начнем вязать и так начнем свое непосредственное вязание я выбрала рисунок и для вязания роботом все кнопки эти верхние влево нижняя кнопка по ходу вязание далее выставляем на счетчике количество рядов которые мы хотим провязать счетчик у нас работает в обратную сторону я например выставлю 12 рядов для каймы и приподнимая робот продвигаю при включенном выбранном рисунке продвигаю его будет ближе к вязанию и следим чтобы здесь нитки эти вот одна у меня провисла одной рукой я двигала обычно я под подергиваю немного наверх нитку чтобы она шла здесь свободно надо всегда смотреть чтобы нитки здесь ходили свободно и не надо забывать закрыть эту закрыть эту защелку да то есть сейчас подтяну антенну вот нитки у нас свободно ходят свободно ходят эта каретка готова я ее запускаю вот пошел процесс вязания тесни сейчас остановлю роботы покажу еще одну вещь вот смотрите робот очень вот это он начинает делать поворот робот заходит 88 очень далеко за делает очень много здесь вот видите большое расстояние лишних игл проходит для того чтобы этого не было есть небольшое приспособление которое можно приобрести на ebay я купила это вот такие ограничители хода робота ставятся они торцевой стороной так чтобы эта сторона изображала ну как бы вот эти пятки игл то есть она сюда ставится за я оставлю на этот робот за 7 игл то есть он делает скорее поворот также их удобно использовать для 89 робота 93 95 ставишь на я считаю вот всем игл и на 7 игле я оставлю вот эти тут все-таки это на несколько игл ближе давайте теперь продолжать вязать вот робот развернулся теперь будет я вижу платочной вязкой кромку и так вот вяжется наш незатейливый рисунок два на три шахматка здесь видно что изнаночные петли идут более белые и лицевых петлях проступает больше голубой оттенок тут один нюанс такой при вязании сейчас я вот каретка сейчас на возврат идет идет каретка на возврат и в этот момент сейчас правда я вязала не следя за кареткой когда каретка возвращается то иногда вот надо проследить за этим нашим приспособлением чтобы она не выпрыгивала данный момент она у меня устаканилась там и вяжет уже без присмотра то есть это в начале пока работается также хочу сказать что для того чтобы изготовить это приспособление есть вообще-то два варианта во всяком случае я нашла два вариант я два варианта материала этих трубочек есть более полиэтиленовый и есть такой более жесткий сюда лучше годится такой более полиэтиленовый сейчас снимем с машины и посмотрим что мы получили вязание очень интересно получается что лицевые петли более голубые изнаночные они более светлые потом отгладим посмотрим как у нас красиво это все получилось сейчас остановлю сниму отгладим и так смотрим что же мы получили отвязали здесь вот может камера не все передает так но здесь ясно видно что есть какой-то результат различие между лицевыми изнаночными клеточками да то есть вот если у меня рисуночек я выбрала мелкий как-то как-то не передается контраст то есть лицевые петли здесь более голубые изнаночные более белые то есть может рисунок слишком мелкий подобран но в целом если рисунок какой-то подобрать более крупненький то будет очень интересно смотреться этот ролик предназначен для тех кто хочет разнообразить свое вязание роботом и так как очень трудно достать приспособление которое патент запатентована на платинг и вроде как больше и не производится то я рассказала вам о таком вот способе на этом сегодня спасибо вам всем кто просмотрел ролик кто сможет применить отчитайте из комментариях пожалуйста очень рада что могу вам что-то рассказать из своих придуманных идей на этом сегодня все пока пока пока